Я не буду, наверное, никаких заявлений делать по поводу отравили или не отравили. Он сам скажет свое мнение, как он считает. Но состояние у него было реально очень плохое. Он сказал, что он даже потерял зрение. В теме того, что его лишили статуса, этому я очень рад. И я надеюсь, что он скоро отправится под крыло к Кадырову, которого он просил снова баллотироваться в главу республики. То, что они сегодня сделали его Ахматюртом, это нежелание проживающих в этом селе людей. Поэтому название будет обратно возвращено. Это будет Хоси Юрт. Насчет лишения статуса беженца во Франции человека, который был на конференции. Кстати говоря, я перепроверил эту информацию. Здесь речь идет о Али Бажаеве. Это житель Франции, города Ницца. Когда в прошлом, по-моему, или позапрошлом году это было, Кадыров устроил там бутафорный съезд, на котором он не собирался снова баллотироваться в главы республики. И вот на этом бутафорном съезде собрались представители чеченцев, всех там и за пределами живущих. И все попросили его дружно снова подать свою кандидатуру. И тогда уже согласившись, так как он не мог отказать всему чеченскому народу, он типа согласился и снова Путину предложил себя. И вот для этого спектакля были выбраны определенные люди, которые из Европы тоже приехали туда, и это подавалось под таким соусом, типа это вот представители Швейцарии, Австралии, понимаете. И вот Бажаев, это был такой человек, который типа от Франции, представитель якобы чеченцев Франции. И после этого, позавчера, по-моему, прошла информация, что его лишили статуса беженца. Я перепроверил эту информацию. Да, это правда, его лишили. Но там есть определенная процедура, он, скорее всего, разумеется, обжалует это решение. То есть это не значит, что теперь это все окончательно, его сейчас депортируют, вышвырнут. Еще нет, у него есть определенные механизмы, он будет обжаловать, дело будет передано в суд, суд уже будет решать, правильно ли его там лишили или нет. Поэтому пока... Ну, это, конечно, очень хорошая новость. Безусловно, мы этому рады. Но пока еще ожидать его в Чечне не стоит. Также была информация, что он попал в больницу, инсульт. Но здесь я не буду комментировать насчет связи этих. Это отдельная тема его здоровья. Меня эти вещи не интересуют. В этом плане я абсолютно не злорадствую. А вот в теме того, что его лишили статуса, этому я очень рад. И я надеюсь, что он скоро отправится под крыло к Кадырову, которого он просил снова баллотироваться в главу республики. Переименование любых населенных пунктов это вопрос жителей этих населенных пунктов. Это не Ахмат-юрт. Это Хоси-юрт. То, что они сегодня сделали его Ахмат-юртом, это нежелание проживающих в этом селе людей. Поэтому название будет обратно возвращено. Это будет Хоси-юрт. А вот если сами хоси-юртовцы захотят изменить название своего села, то они изменят. Сейчас говорить, что это Хоси-юртовцы захотели, не захотели. Хоси-юртовцы сейчас находятся в таком же состоянии, как и жители любого другого села. Там Бача-юрта, Яндикутра и любого другого. Да, там, конечно, больше будет каких-то сторонников Кадырова, с ним апеллированных людей, но так как все-таки это из одного села они. Но в большинстве своем это обычные люди, обычные жители. И они точно так же находятся в заложниках этой установившейся там системы. Как только эта система падет, Хоси-юртовцы будут первые, кто спросит Кадырова за все те преступления, которые он совершал. Я, может быть, буду не в курсе. Прошу за это прощения. Вообще, на этой неделе я был в дороге, очень такой длительный путь проделал. И хочу немного поделиться своими впечатлениями. Был я в Дании, пересек Данию, можно сказать, поперек, с востока на запад. И из приятных впечатлений, это то, что дороги, в Дании очень хорошие. Мне очень понравилось. Если до этого я давал, наверное, предпочтение шведским дорогам, автобанам, то сейчас я отдаю предпочтение. Отдаю это первенство Дании. Там действительно очень крутые дороги. Во-первых, практически, не практически, а полностью вся дорога, начиная с момента, как ты въезжаешь на территорию Дании, и вот до самого конца, до границы с Германией, это полностью автобан. Там нет ни одного участка, нет где-то там, где автобан переходил бы в магистралку, в националку, регионалку, нигде такого нет. Полностью вся эта дорога, это автобан. И автобан, это не такой автобан, как в Швеции, допустим, где две полосы в одну сторону. Там есть, конечно, участки, где две полосы, но в основном это три и более полосы, то есть очень широкие дороги. Это из приятных впечатлений. Хотя нет, еще есть приятные впечатления, но оно скорее связано даже не с самой Дании, а с тем, что вот когда вы заезжаете, допустим, из Дании в Швецию, то вы заезжаете в Швецию. А когда вы заезжаете из Швеции в Данию, то вы въезжаете сразу в Копенгаген, понимаете, сразу в столицу вы попадаете. Как только вот этот мост над Балтикой вы пересекаете, сразу же начинается Копенгаген. Поэтому впечатления о Дании, они моментально такие, вау, столица это очень, как бы всегда бывает красиво, круто. Поэтому в этом плане это тоже приятное ощущение, ты такой заехал и прям все перед тобой, там аэропорт слева такой шикарный, роскошный, перед тобой какие-то там через автобан проходящие, какие-то железные дороги, красивые какие-то поезда, справа какие-то странные архитектуры, здания. В общем, красиво. Это тоже из приятных впечатлений. А теперь из неприятного. Неоправданно очень дорого все. Дания, мне казалось, Швеция, Норвегия дорогими. Ну, Норвегия так и так дорогая страна, но Норвегия, она и не в Евросоюзе, как бы. А Дания, это все-таки Европейский Союз, и там неоправданно все дорого. И самое, что неприятное, это два вот этих моста, которые тебе нужно пересечь, в общей сложности за них выходит более 100 евро. Пересечь мост между Швецией и Данией тебе нужно отдать 60 с лишним евро. Потом дальше уже по Дании, когда едешь, опять-то там еще более длинный мост, там есть над Балтикой. И там 30 чем-то евро ты платишь. В итоге ты 100 с копейками евро. И вот тут возникает сразу отсылка к первой моей мысли, хорошей дороге. А почему бы им не быть хорошими, если столько нужно платить? И это не считая того, что ты еще должен покупать топливо, которое тоже дороже, чем среднеевропейская цена. Хотя по сравнению с Швецией, конечно, в Швеции дизель дорогой, из-за того, что дизель... Но здесь он как-то искусственно завышенный национальный дизель. В этом плане в Дании дизель, конечно, дешевле, но бензин, но он будет дороже. Короче, неоправданно все дорого. Вот это вот очень неприятное ощущение, которое остается от Дании. По поводу Анзора хотел сказать. Как вы знаете, информацию я опубликовал у себя в Телеграм-канале. Анзор позавчера был госпитализирован с признаками отравления. Он был не на связи до вот этой вот ночи. Сегодня ночью он вышел на связь. Ему сейчас гораздо лучше. Он даже, я смотрел вот перед тем, как начать эфир, он сделал анонс, что он сегодня планирует провести эфир, где он будет отвечать на вопросы. Я не буду, наверное, никаких заявлений делать по поводу там, отравили, не отравили. Он сам скажет свое мнение, как он считает. Но состояние у него было реально очень плохое. Он сказал, что он даже потерял зрение. Не просто там человека стошнило. Это далеко не... В общем, это очень серьезная ситуация, на самом деле, которая требует детального изучения, расследования. Я надеюсь, что Анзор в любом случае ему лучше знать. Он следил за своим состоянием. Ему он будет понимать, когда оно у него начало ухудшаться. У него будут какие-то мысли о том, после чего это могло возникнуть. Наверное, я думаю, что он сделает из этой ситуации нужные выводы. Но это напоминание нам всем, что нужно быть очень осторожными. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Да исцелит Аллах Анзора Масхатова наилучшим исцелением. Мы очень рады тому, что он чувствует себя лучше, находится в строю. Это очень хорошо. Все будем ждать его эфир. Томсо Чеченский, известный канал в соцсети, написал, что его отправил Закаев после того, как Анзор намекнул, что их встречу пытался взорвать Закаев. Я думаю, это неуместные разговоры. Давайте сейчас не будем фамилии на кого-то пытаться что-то повесить, высказывать какие-то подозрения. Анзор сам скажет то, что он считает нужным по этой теме. Если он посчитает нужным назвать чьи-то там фамилии, то надо понимать, что это очень серьезное обвинение. Понимаете, что оно не строится на догадках, кому это выгодно, кому невыгодно. Если там реально человека попытались отравить, то есть постигнули на его жизнь, это очень серьезное обвинение, которое нужно мотивировать конкретными подозрениями. Не просто там выгода или невыгода. А я был вот здесь, вот я поел вот здесь или попил вот здесь, и после этого у меня, значит, состояние ухудшилось. Вот этого человека я подозреваю. Вот это вот серьезная тема. А так мы, если мы будем просто сейчас, ну это кто угодно, может быть это ФСБ, это гармон. Субтитры сделал DimaTorzok